здравствуйте друзья доброе утро сейчас где-то половина 11 утра в калифорнии соответственно что такое получается половина у нас 11 значит 9 вечера москве уже полтора часа идет ну как бы публикация результатов green card lottery 9 2017 полтора часа назад сайт должен был стать доступным для обнаружения результатов да можно было пойти там впечатать свой номерочек и узнать но вот повторяется та же история что и в прошлые годы сайт лежит ну можно себе представить да то есть сколько там народу участвует речь идет о нескольких миллионах участников вот там какая-то часть из них очень пристально следит кому-то знаете там друзья скажут в августе проверить а так они и не вспомнят это тоже есть но много активных бойцов вот сайт лежит уже час но значит ничего страшного ничего страшного всегда так еще ни один человек не как сказать не выпал из оборота от того что пришел там надо на два-три дня позже посмотреть ничего страшного я хочу не вникая в суть искать почему это происходит хочу вам сказать что если человек не получил выигрыша вот прямо сейчас прямо сейчас он вполне может оказаться выигравшим через некоторое время вы вы отдельно там изучите этот вопрос там есть теория и все это объясняется и так далее и вот на нашем видео у нас на канале есть видео где мы там алекс проевский значит объясняет как заполнять вот эту форму после выигрыша и он там кстати вот на эту на эту тему тоже говорит и объясняет довольно подробно почему это происходит но если вы не выиграли сейчас то потом будет вот так можно сказать дополнительный там как бы небольшой розыгрыш и есть люди которые я вот на моих глазах я могу сказать что где на форуме говорим про вес там кто-то написал или роевский в этом видео сказал я сейчас не помню но вот эти обстоятельства но какой-то человек услышав это пошел проверил оказалось что он выиграл он бы никогда не узнал понимаете то есть первый раз пошел а потом раз и все поэтому я думаю что если вы будете знать об это об этой фишечке да то может быть кто-то из из тех кто нас сегодня слушает вот жизнь его решится в положительном таком направлении в этот момент или может он кому-то скажет для кого это сыграет какую-то роль позитивно так что я буду очень рад если это произойдет так что вот сегодняшний как бы день большой день это рода объявление результатов лотереи но вот скажем да в америке это уже с утра происходит во вторник и сегодня в америке же тоже интересный день сегодня выборы штате индиана праймерис на которых ну судя по той мульки так сказать которая отыгрывается вот там на этих выборах штате индиана должно решиться вот что-то такое чего на самом деле не принципиально но но существенно влияет на расклад голосов в республиканской партии и там так получается что вот если круз победит трампа вот то конечно это одна история то есть у него какой-то шанс там дополнительный будет вот то если побеждает круз но фактически хотя технически он еще не добьется нужного количества голосов но как бы вплотную к этому приблизиться и технически уже как бы ну вот уже тоже практически там уже как как бы так хотя конечно еще есть калифорния там 7 июня может оказаться решающим таким не решающим в том что круз его победит а решающим в том что у него не будет достаточного количества голосов и конвенция смысле съезд партии может оказаться таким дающим шанс еще кому-то там непонятно как там сложно все вот а так как бы уже и шанс ни у кого значит теперь что у нас да но это к вечеру мы узнаем еще неизвестно что мы узнаем раньше там кто выиграл в лотерею там починиться не починить или что там произойдет или там кто в индиане победил ну не знаю в общем такая вот внутри политическая такая интрига вот она вокруг этого крутится так что я бы я бы сказал что вот такие у нас сегодня новости 2 и две важные вещи которые сегодня происходят есть какие-то текущие события вот это отдельно я может быть запишу отдельным видео рассказик статье которую не статьи это выступление было перед выпускниками университетов а майкла блумберга это совершенно потрясающая речь и я думаю что она заслуживает отдельного нашего с вами рассмотрения вот но она в некотором смысле корреспондируется с вопросом выборов с тем как как жить надо и как смотреть надо на на жизнь это вот очень очень фундаментальная философская вещь так что мы о ней отдельно поговорим а сейчас я вот желаю еще раз тем кто участвует и ждет и надеется чтобы у них надежды и сбылись ну и я вчера тоже на эту тему говорил если это не произойдет через лотерею ну значит значит еще как-то произойдет если вы будете настойчивы то есть очень много людей в америке находится не в связи с лотереей я бы сказал что тех которые не в связи с лотереей намного намного больше чем тех которые по лотерее сюда попали так что вот я бы так сказал счастливо а